Еще по английскому клубу, но который находится вверху таблицы и из телеги, вопрос Ирина Захарова задавала немного про Newcastle. Можно ли утвердительно сказать, что Эдди Хао самый сильный английский тренер на сегодня? На какие позиции Newcastle нужно еще усилиться? Смогут ли они в этом сегодня попасть в топ-4? Самый ли сильный тренер английский Эдди Хао? Если мы говорим о ситуации, где мы готовы этот ярлык вешать с одного тренера на другого каждые полгода, то да, Эдди Хао самый сильный. А вот полгода назад или год назад был Грэм Поттер самый сильный английский тренер. И вот этот ярлык, он может быть черной меткой, во-первых, да, черной меткой, во-вторых, может быть переходящим. И вот в такой конфигурации, то можно назвать Эдди Хао очень сильным. Ну то есть тренером, который в моменте проделывает самую сильную тренерскую работу, и я на это много раз внимания акцентировал. Мне кажется, даже тренерская работа Хао влияет на рывок Newcastle сильнее, чем то, что они делают трансферы. С заключением может быть Исака практически все трансферы мог себе позволить стандартный, амбициозный клуб АПЛ. Вот, допустим, Бест мог бы позволить практически все эти трансферы себе. Ну, понятное дело, что пока был Эшли Ньюкасл был нестандартным клубом АПЛ, который жмотится, тотально жмотится. Но Ньюкасл без солдатских денег мог себе позволить практически все эти трансферы. И еще важно, что первый этап, первый рывок еще по ходу прошлого сезона Ньюкасл сделал не за счет трансферов. Там Бруно Геморрайш очень долго адаптировался, трипер практически сразу сломался, а Ньюкасл все равно шел по таблице просто за счет тренерской работы Хао. И сейчас он, конечно, выигрывает от того, что состав постоянно апгрейдится, но на первом плане его тренерская работа. То есть сейчас он проделывает отличную тренерскую работу и в моменте заслуживает вот этот переходящий титул. Если брать шире и оценивать просто методологию, насколько этот тренер может свой футбол, если представить возможность, поставить в большом клубе и повторить это несколько раз подряд. Это немножко спекулятивная оценка уровня, но мне кажется, в такой оценке Грэм Поттер и Эдди Хау были бы примерно на одном уровне. Потому что это сейчас кажется, что над одним угораем, а другого восхваляем. Но если бы мы оценивали это даже год назад, когда в Ньюкасл только пришел Эдди Хау, тогда бы Эдди Хау тренер, который сидел какое-то время без работы после того, как вылетел в сборную там, а Грэм Поттер это тренер, который проделывает шикарную стильную работу с Брайтоном. Ну и тогда бы можно было бы точно так же радикально повесить ярлык в обратную сторону. Но мне кажется, это два тренера, которые достаточно современные, английские тренеры, которые достаточно современные, чтобы отстроить свой футбол в топ-клубах, и которые достаточно хороши. Наверное, тот и другой это пока еще не топ уровень. Если вот топ, это прямо Гвардиола, Клоп, Тухель-Конте, Почетина, тренеры такого масштаба, Симеоны. И тот и другой пока не достигли такого масштаба. Но вот из английских тренеров, мне кажется, их обоих все-таки надо выделять. Гвардер! 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 Гвардер!